Здравствуйте, ребята! Звенигородская детская библиотека приветствует вас в нашей рубрике Детский час. И сегодняшняя наша трансляция будет посвящена очень важному дню в истории нашей страны. Дню Победы. Сегодня мы с вами прочтем рассказы о мужестве советских воинов и их вкладе в великую победу. Итак, первый рассказ называется «Три подвига». Многие советские летчики отличились в боях под Курском. Весной 1942 года в тяжелых сватках на северо-западном фронте в воздушном бою один из советских летчиков был тяжело ранен, а его самолет подбит. Летчик опустился на территорию, занятую врагом. Он оказался один в лесной глуши. Летчик стал лицом к востоку и начал пробираться к своим. Он шел сквозь снежные сугробы, один, без людей, без еды. Солнце сходилось и всходило. А он шел и шел. Болели раны, но он превозмогал боль. Он шел и шел. Когда силы его покидали, он продолжал ползти. Метр за метром, сантиметр за сантиметром. Он не сдавался. Солнце сходило и садилось. А он шел и шел. Он совершил подвиг и дошел до своих. На 18-е сутки изможденного и обмороженного его подобрали партизаны. На самолете он был доставлен в госпиталь. И тут самое страшное. Неумолимый приговор врачей. Необходима операция. Летчик обморожен. Летчик лишился ног. Но летчик хотел летать. Хотел продолжать бить ненавистного врага. И вот он совершает второй свой подвиг. Летчику сделали протезы. Он начал тренироваться ходить с костылями, а затем без костылей. Теперь он упросил врачей разрешить сесть ему в самолет. Он был настойчив. И врачи уступили. Летчик снова на летном поле. Вот он в кабине. Он снова в воздухе. И опять тренировки, тренировки, бесчисленные тренировки. Его проверили самые придирчивые экзаменаторы. И разрешили летать. Только в тылу, сказали летчику. Летчику просил доверить ему истребитель. Он прибыл в Курск незадолго до начала Курской битвы. По первой же тревоге он поднялся в воздух. Тут, под Курском, он совершил свой третий подвиг. В первых же боях он сбил три вражеских самолета. Этот летчик известен всей стране. Имя его Алексей Петрович Моресьев. Он герой Советского Союза. И о нем написана прекрасная книга. Автор ее писатель Борис Полевой. Повесть о настоящем человеке. Так называется эта книга. И следующий рассказ. Мы пришли в Севастополь. Прошло две зимы, два лета. И вот весна 1944 года. По всем фронтам идет мощное советское наступление. Фашисты разбиты под Сталинградом, разбиты в боях под Курском. Советские войска переправились через Днепр, погнали врага на запад. Началось стремительное наступление советских войск и здесь, на юге. Сокрушив оборону фашистов, советские части ворвались в Крым. 6 мая 1944 года начался штурм Севастополя. Даешь Севастополь! Севастополь! Даешь Севастополь! Бойцы штурмовали Сапунгору. Поднялась гора у города, прикрыла собой Севастополь. Возьмешь Сапунгору и твой Севастополь. Даешь Севастополь! Кипит на горе сражение. Укрепили фашисты гору. Шесть линий траншей пролегли по скатам. Тысячи мин облепили склоны. Куда не глянешь, завалы, накаты, доты. Негде ступить ногой. Штурмует войска вершину. Дырявят снаряды гору. Трещат завалы, накаты, доты. Железо и камень взлетают к небу. Залп за залпом, как волны в море, несут на гору потоки стали. И ярость боя крушит округу. Как адский молот грохочут взрывы и даже страшно. Чуть взрыв сильнее ударит в гору и та, уставший возьмет и треснет. Расколют гору огонь и ярость. Идет сражение. И все сдается. Еще минуты и воин в штурме. В победной силе упрется в гору и гору сдвинет. Вместе со всеми штурмовал Сапунгору и из солдат Иван Яцуненко. Хорошо, когда друзья и товарищи рядом. Легче в общей идти атаке. Вот рядом Илья Поликахин с гранатой в руке атакует блиндаж фашистов. Вот лейтенант Михаил Головня возглавляет надзод-атаку. Вот из пулемета мелким огнем разит фашистов Кузьма Москаленко. А вот портор Кроты старший сержант Евгений Смелович. Он совсем рядом бежит с Яцуненко. Знамя полка в руках у Смеловича. Обернулся на миг Яцуненко. Глянул туда, за спину, вниз со ската Сапунгоры. Видит, наши танки идут лавиной. Глянул в небо. На Сапунгору обружились советские штурмовики. Катюшу из долины на гору смертельный пунктир послали. А там, между гору Балаклавы, где мелькнула полоска моря, увидел Яцуненко советские военные корабли. И черноморцы в бою со всеми. Севастополь! Бежит Яцуненко. Разит фашистов, увлекся боем. Вдруг, что такое? А где Евгений Смелович? А где знамя чести? Оказалось, упал Смелович. Был он ранен. Качнулось знамя, но удержалось. Это подбежал Иван Яцуненко. Схватил он знамя. Давай, отважный! Кричат солдаты. Вперед! К победе! Рванулся воин туда, к вершине. Минуют взрывы, обходят пули. Все выше знамя, все ближе гребень. Прыжок оленей, и ты у цели. Поднял Иван Яцуненко знамя на вершину Сапун-горы. Заолело знамя на фоне неба. А слева, справа другие стяги, касаясь славы, шагали к гребню. И вот с вершины открылся город. Даешь, Севастополь! Даешь, Севастополь! Мы пришли, Севастополь! За штурм Сапун-горы и освобождение Севастополя более ста человек были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. В их числе был и солдат-знаменосец рядовой Иван Яцуненко. Ребята, давайте не будем забывать о подвиге солдат, погибших за наше Отечество. И будем достойны памяти наших героев.